Здравствуйте, дорогие телезрители! В студии Актуального интервью ведущая Марина Мацарская. Сегодня мой гость Михаил Чернов, замдиректора Музея «Россия. Моя история». И мы говорим первым делом о вашей новой интерактивной выставке, которая касается года театра, как я понимаю, приурочена. Расскажите, пожалуйста. Эта выставка была открыта нами 19 сентября. Посвящена она истории становления и развития театра. Она состоит из нескольких больших разделов. Первые два раздела посвящены непосредственно зарождению, возникновению театрального искусства. Это XVIII-XIX век. Так называемые крепостные театры, крепостные актеры. Она рассказывает нам о сложном пути, который приходилось проходить крепостным актерам. Дворянство, которое основывало и пыталось развить вот это направление такое новое, как театр. Сложная судьба, сложные люди. Потом XIX век, конечно же, это рассвет театрального искусства. Далее мы погружаемся в сложные события начала XX века, связанные с революцией. Как власть относилась к театру, крепостным театрам, имперскому театру. Шло некое отторжение тех принципов и идеалов, которые формировались на протяжении XIX века. Но затем, по мере того, как государство формировалось, становилось, возникало понимание того, что театр важен, это искусство, которое несет определенные идеологические смыслы. И, собственно говоря, зарождается уже непосредственно так называемое советское искусство и советский театр. И, конечно же, потом 50-е, 60-е годы, это уже пик развития советского театра. Тоже пути этого театра были разными. Становление методов, да, мы говорим в этой выставке о методе Станиславского, Мирхольда, о школе Немировича-Данченко. Очень интересно представлен видеоряд, как Константин Сергеевич Станиславский рассказывает актерам, проводит обучение и пытается им донести, почему же его метод важен и что он дает. Это видео 1932 года, оно не очень хорошего качества, но оно передает вот ту атмосферу, которую Станиславский пытался затем уже непосредственно преломить в своих постановках. И два других больших раздела, самостоятельных раздела. Это большой раздел, связанный с остановлением театра на Северном Кавказе, классического театра. Потом у нас в выставке рассказывается непосредственно о деятельности Академического театра драмы имени Лермонтова. Представлены постановки, небольшие отрывки из постановок, в частности, например, маскарад представлен. Следующий раздел связан с театром кукол, очень сложной историей театра кукол, но вместе с тем очень важное значение он имел для жителей нашего региона, начиная со второй половины 30-х годов 20-го века. Еще один раздел выставки посвящен у нас Пятигорская переть и Ставропольской филармонии. Также в выставке задействованы две интерактивные книги. Я думаю, что если посетители, кто бывал в нашем комплексе, они понимают, что такое живая книга. Она повествует о двух больших фестивалях, которые принимает Ставропольский край. Это форум творческих союзов «Белая акация» и музыкальная осень Ставрополя, который в этом году отмечал свой 50-летний юбилей. В «Белой акации» рассказывается о творческих проектах, о художниках, которые приезжают сюда. Музыкальная осень Ставрополя повествует нам о тех всем известных актерах, которые приезжали и были ведущими музыкальной осень Ставрополя. Панорама. Эта выставка находится у нас в зале «Панорама». Это большой, круглый такой зал у нас. В ней представлены четыре отрывка. Это творчество великой балерины Анны Павлова «Ее судьба». Это отрывок из постановки театра «Кукол» нашего Ставропольского. Это отрывок из оперы «Юнона и Авось». И это, собственно говоря, маскарад представлен. Также задействованы четыре интерактивных стола, которые рассказывают о биографии прославленных актеров, начиная с XVIII века и заканчивая веком XXI. Ну, в общем, это очень богатое наполнение, я думаю. Но вот человек, который не бывал на интерактивной выставке, вот поясните зрителю, наверное, будет интересно. Вот если, ну, ребёнка не водил школьного возраста, я думаю, что ребятам будет это очень интересно. Да и взрослым также. Вот. Поясните для людей, что такое вот книга интерактивная, да, о которой вы говорили, и вообще, что такое интерактивная выставка? Как, ну, в чём различие между тем, что можно, так сказать, потрогать, посмотреть, вот когда ты привык к обычному типичному музею и к выставке интерактивной? Ну, интерактивная выставка, да, интерактив, он предполагает, как бы, исходя из значения этого слова, да, некое действие, которое человек совершает для того, чтобы что-то увидеть, что-то ощутить. Опять-таки, музейно-выставочный комплекс наш, он не… Есть классический музей, да, в его понимании. Всё, что у нас представлено, оно так или иначе, его можно потрогать, но за счёт того, что это современные гаджеты, да, поэтому нашим посетителям, как нам кажется, нет каких-то больших затруднений понять и разобраться, как всё у нас устроено. Почему? Потому что своего рода это большой интерактивный компьютер, да, который у нас сейчас практически есть у всех. Сенсорный телефон – это тоже своего рода компьютер. При нажатии на экран этого сенсорного телефона, да, выполняя определённую функциональную навигацию, которая там есть, происходит определённое действие, которое что-то открывается. Точно так же и в наших сенсорных столах. Там всё просто. Существуют навигационные стандартные такие иконки, как стрелочка, крестик, да, открыть, закрыть, на что-то навести, что-то пролистать путём вот этого кубика, который расположен в левой части сенсорного стола. Почему интерактивность? Опять-таки потому, что нужно совершить определённые действия, чтобы что-то понять. По своей загруженности нам отрадно, во-первых, эта выставка разработана непосредственно нашими собственными усилиями нашего комплекса. И в некоторых сенсорных столах гораздо больше информации представлено, чем, например, в каждом, ну, в каком-то из отдельных залов нашей выставки. Она огромная, она большая, поэтому времени на неё нужно потратить достаточно много. Видеоряд представлен, опять-таки, практически в каждом сенсорном столе. Да, я уже говорил о Константине Сергеевиче Станиславском. Также можно посмотреть, например, в разделе, где мы говорим о куклах, как же эта, собственно говоря, кукла создаётся, и какие элементы у этой куклы есть. Это на примере именно Ставропольского кукольного театра или вообще? Нет, это вообще на примере Ставропольского кукольного театра представлено несколько спектаклей, которые Краевой театр кукол демонстрирует и показывает. Также представлены оперы, прославившие Россию. Это и в исполнении, например, Шаляпина музыкальные произведения также представлены. Живая книга, в ней живость, собственно говоря, живой книги осуществляется в том, что при открытии той или иной страницы у тебя красочный образ, выплывает определённая картинка, такой ряд визуальный с небольшим текстом, который даёт пояснение к этой картинке. Что на ней изображено? Что сейчас есть, поговорили. А что у вас было интересного и что может быть в планах грандиозного, чтобы привлечь зрителей, кто ещё не был в вашем замечательном музее? Если продолжать тему выставочной деятельности, то у нас за этот год прошли три интерактивные выставки. Они, конечно же, были меньше по своему наполнению и содержанию, но тем не менее по значимости, как нам кажется, они не уступали этой выставке. Была выставка, связанная с Севастополем, она называлась «Севастополь – город русской славы», посвящена непосредственно событиям, связанным с освобождением Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В сентябре-ноябре проходила выставка «Дети и война». Она была связана с событиями Второй мировой войны и значением и ролью детей в этой войне. Она была цена тем, что включала в себя факты, сведения, которые были предоставлены не только российскими музеями, но и из личных фондов и хранилищ музеев Японии, Китая, Соединенных Штатов Америки, Германии. И третья интерактивная выставка, она была посвящена пятилетию вхождения и возвращения Крыма в состав России. Она называлась «Крым в истории и культуре российского государства». Вот эти три, повторюсь, не очень большие, но, как нам кажется, по смысловой нагрузке очень знаковые выставки. В рамках «Дня космонавтики» 12 апреля у нас открывалась небольшая интерактивная выставка, связанная с освоением космоса в купольном зале, демонстрировалась в течение одного месяца. Это что касается выставочных знаковых проектов, которые в этом году осуществлялись. Ну, музей и комплекс, он живет не только экскурсионной деятельностью, на базе нашего учреждения проходят различные культурные, просветительные мероприятия. Часть этих мероприятий, большую часть, конечно же, разрабатывается непосредственно программа к ним, нашими сотрудниками, нашими музеями. Как правило, к ключевым важным событиям российской истории, к культурным каким-то событиям мы стараемся делать небольшие мероприятия, которые об этих событиях рассказывают. Музей активно включен во всероссийские проекты, акции, которые проходят на территории нашей с вами страны. Мы были, наверное, одним из музеев в Ставропольском крае, который принимал участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая проходила у нас летом этого года. А что вы там конкретно устраивали? Всероссийская акция «Ночь кино» предполагает показ определенных фильмов. Правообладатели выдают конкретные фильмы, которые может площадка, зарегистрировавшаяся на портале, показывать. Мы показывали в этом году два фильма. Отечественного производителя, который проходит по линии фонда кино в том числе. Также международные акции, которые проходили на нашей площадке, это тотальный диктант, географический диктант, этнографический диктант, который проходил в ноябре не так давно, который собрал очень большое количество людей. И в этом году площадка наша была сделана с таким патриотическим уклоном. Этнографический диктант на базе комплекса писали кадеты, писали юноармейцы, писали ветераны, писали курсанты, писали бывшие военнослужащие, которые сейчас в запасе. Очень интересно было смотреть, знаете, как два ветерана Великой Отечественной войны, они сидели вместе за столом на первом ряду, как за партой, как будто возраст стерся. Это маленький мальчик и маленькая девочка, которые помогали друг другу, так нежно сидя рядышком друг с другом, отгадывая вопросы этого этнографического диктанта. Очень интересно было смотреть за этим. Все мероприятия, которые проходят и организуются комплексом, они бесплатны для наших посетителей. Мы стараемся разнообразить программы. Опять-таки комплекс находится территориально в микрорайоне, который называется «Перспективный», это молодой микрорайон. И, конечно же, мы делаем упор в том числе на детей, чтобы родителям была возможность куда привезти детей с пользой, с каким-то образовательным и культурным компонентом. И при этом, чтобы, как нам кажется, в наше сложное финансовое время не платив за определенные виды услуг, как бы это ни странно не звучало. Поэтому практика семейных фестивалей реализуется у нас, когда мы проводим различные мастер-классы, связанные с живописью, с чтением, с кино и мультпросмотром, с погружением в исторический быт. Да, знакомим детей с тем, как жили их сверстники в разные эпохи исторические. Вот об этом, обо всем мы стараемся говорить на наших семейных фестивалях. То есть, как бы вы охватываете вообще всю аудиторию, какой только можно, разный возрастной ценз. Да, мы стараемся. По крайней мере, вы знаете, когда готовишь программу для детей, это не значит, что родители как-то стоят в стороне, и они не вовлечены. Они точно так же, как и дети увлекаются, они им помогают в выполнении, потому что, условно говоря, есть мастер-классы или программы, которые ребенку, особенно если мамочка приводит ребенка 3-4 года, ему сложно одному это сделать. Поэтому они вовлечены в процесс вместе с ребенком. А в этом году мы открыли для себя очень интересную психологическую практику, так называемая сказкотерапия. Прежде чем ее реализовывать, были какие-то сомнения, стоит ли это делать или не стоит. Это, кажется, такой очень простой элемент, который делают, ну или, крайней мере, раньше делали практически все дома, да, читать с ребенком сказку. И вот стоит это начинать, не стоит, но решили попробовать, и потом убедились, что не зря, собственно говоря, попробовали, да. Выбирается определенная сказка, она небольшая, мы приглашаем разновозрастную аудиторию, это мероприятие проходит у нас в лектории, создается такая небольшая камерная легкая атмосфера, и наш специалист читает с детьми определенную сказку. Далее по мотивам этой сказки ведется беседа, диалог, дети выступают, что они поняли, кто им больше понравился из персонажей. Далее выдается в зависимости от сказки и возраста детей определенное задание, да, что-то разукрасить каких-то персонажей из этой сказки, или же наоборот нарисовать, если это детки немножко постарше. Они вот такие мини-проекты по сюжету, по мотивам сказки защищают, да, психологи говорят, что это очень хороший в современном мире тренинг для детей, некой такой психологической разгрузки, потому что, опять-таки, исследования в области образования показывают, что, к сожалению, школьники средней школы, они при чтении даже не всегда могут понять и пересказать, казалось бы, простое, да, прочитай и перескажи, что ты понял. Но, к сожалению, в современном мире в век цифровых технологий есть определенные трудности с пересказом. А здесь мы, ну, я не скажу, что мы, как бы, стараемся, да, это преодолеть, но, тем не менее, пользуется популярностью так называемая наша сказка-терапия. У каждого старопольского школьника есть свой культурный норматив. Вот скажите о вашей роли. Да. Культурный норматив – это большой федеральный проект, в котором в этом году, в учебном году, 19-20-м, задействованы 10 регионов, в том числе Ставропольский край попал в него. Он состоит из трех больших блоков, один из которых называется культурный поход, культ поход, так называемый. И этот культ поход предполагает семь ключевых направлений в его реализации. Это музеи, это театры, это архитектура, это живопись, это кинематограф, изобразительное искусство, народное творчество. В рамках культурного норматива во многих, практически во всех учреждениях культуры Ставропольского края, в том числе и у нас, проходят так называемые культурные субботы, когда школьники разных возрастов в культурном нормативе четко определены вот эти возрастные грани. Это начальная школа, первый, четвертый класс, пятый, девятый класс и, собственно говоря, десятый, одиннадцатый класс. Обучающиеся школы могут выбрать, учреждениями культуры были составлены программы реализации этого культурного норматива на каждый возраст по каждому из направлений. Ну, если, например, как у музеев, у них больше возможностей в реализации вот этих семи указанных мной направлений, у театра, понятно, там немножко поменьше, у представителей учреждений, связанных с трансляцией кино, поменьше. Ну, тем не менее, да, вот наш комплекс реализует программу по таким направлениям, как изобразительное искусство, народное творчество, кинематограф, непосредственно музеи. 16 ноября, в эту субботу, мы ждем школьников из Турновского района, Шпаковского района, Изобильнинского района, которые приезжают к нам, это школьники третьего, четвертого класса, и они будут знакомиться с такими направлениями, как народное творчество и изобразительное искусство. Непосредственно в наших залах, наши залы позволяют как раз-таки визуализировать, что из себя представляла живопись или народное творчество в эпоху древности, потому что это третий, четвертый класс, мы берем пока первый наш экспозиционный зал, это экспозицию, связанную с династией Рюриковичей. Это небольшое получасовое такое экскурсионное занятие в погружении их в народное творчество и в искусство, и далее они отправляются на занятие, которое называется «Архитектура», они познакомятся на этом занятии с тем, как менялось жилище на протяжении истории человека, от, собственно говоря, зарождения человека, от небольших землянок или полуземлянок, или от создавания жилища в скалах, до современных зданий, строений, которые несколько десятков этажей имеют. Вот об этом, обо всем будет это занятие посвящено. Оно все сопровождается визуальным рядом, потому что ребенок он на слух не воспринимает, ему обязательно нужны образы, да, и эти образы достигаются путем видеотрансляции, да. Подобраны определенные фильмы, мультики. Эти фильмы и мультики также разработаны, они, то есть мы не выбираем их сами, условно говоря, это не наша задумка. На федеральном портале «Культура.РФ» есть утвержденный перечень Министерством просвещения и Министерством культуры, которые допущены к показу, то, что можно показывать и транслировать детям. Основная задача культурного норматива школьника как раз-таки погрузить обучающихся в культуру нашего государства. Кроме того, культурный норматив предполагает, как бы, элемент регионального компонента, и здесь сам регион уже для себя определяет, да, какие, что показывать в рамках этого регионального компонента. Как раз-таки у нас в рамках архитектуры мы будем знакомить с теми строениями архитектурными, которые присутствуют, знаковыми, которые присутствуют на территории Ставропольского края. Вопрос, который интересует очень многих. Ваш музей по-прежнему бесплатный, если, допустим, многодетная семья придет? Да, наш музей бесплатный. Очень, знаете, иногда бывает обидно читать или слушать, слышать где-то на улице, когда говорят, вот, музей там 500 рублей или 350 рублей, какие-то астрономические цифры для города Ставрополя звучат. Мы были есть бесплатные абсолютно все программы, лекционные, экскурсионные, посещение индивидуально, если вы хотите просто прийти в музей, познакомиться с его деятельностью. Все абсолютно бесплатно для всех категорий людей. Ну да, а вот экскурсии, они бывают, я так понимаю, для разного возраста? Вот вкратце об этом скажите. Да, экскурсии на разный возраст направлены. Вы знаете, когда мы только начинали работать первый год, мы, к сожалению, не имели практики и возможности работы. Корректив был молодой. И практически все экскурсоводы, которые работают в экскурсионной службе, они вот только недавно закончили университеты. И практики работы с детьми дошкольного возраста или начальной школы как таковой не было. Но потом за год мы подучились, посмотрели различные практики, которые используют такие передовые, скажем так, музеи. Маститы. Маститы, да. Мы как-то удалось побывать в музее космонавтики, и там ввели экскурсию для дошколят, совсем-совсем маленькие. И вот эта методика, которая там пользовалась, игровая в большей степени форма, помогла нам и выработать для себя определенный способ ведения экскурсии для деток. Экскурсии у нас разные, также действительно на разный возраст. От сложных экскурсий для людей, для взрослых, которые длится до полутора часов. Для детей трех, четырех, пяти лет и старше, конечно же, временной ценз экскурсий, он имеет значение. 30-40 минут в зависимости от возраста и полутора часов. Содержание экскурсий тоже разное. Конечно же, определенная роль отводится экскурсиям, связанные с формированием духовно-нравственных ценностей. Это экскурсии тематические, связанные с памятными датами военной истории нашего государства, морскими сражениями, сухопутными сражениями и так далее, и так далее. Но, опять-таки, определенная доля наших экскурсионных программ, в том числе направлена на то, чтобы познакомить наших посетителей не просто с сухими фактами и событиями, такое-то сражение произошло тогда-то, его значение такое-то, а показать и очеловечить историю, что чувствовали при этом люди, как они воспринимали окружающий мир и действительность. Экскурсионная программа, опять-таки, в зависимости от возраста, может происходить в ключевой, так называемой, стандартной экскурсии, так и содержать элементы викторин, розыгрышей, тематических заданий, которые посетители получают во время прохождения экскурсии. Вот такими экскурсиями, условно назовем их тоже интерактивными, потому что здесь есть непосредственная форма диалога общения и экскурсовода, и посетителя, и в то же время их определенное выполнение заданий, которые они должны сделать по мере прохождения экскурсии. Это, например, экскурсия по моде очень интересная, «Как менялась мода в России», она называется. Посетители в этой экскурсии могут узнать о смысловой нагрузке той или иной одежды, которую носила женщина, да, потому что прическа, например, и шляпка, одетая в определенное время суток, играла важную роль и имела определенный символ для женщины, что она хотела показать. Или же, например, что такое чернение зубов и почему не было принято иметь белоснежную улыбку, как сейчас и в какой период времени это происходило. То есть в какой период времени люди, наоборот, избавлялись от белоснежной голливудской улыбки. Да, об этом экскурсия. Или, например, какова роль, например, мы говорим о том, что классический русский стиль в одежде появляется в XVII веке. Но что такое классический русский стиль? И это русское лишь изобретение? Или оно имело какие-то корни? Вот, например, здесь мы говорим о роли Речи Посполитой в формировании русского стиля XVII века. О значении французской революции и как французская революция повлияла на моду. О событиях, связанных с Северной войной, увлеченностью Петром I Голландией. И как это нашло преломление. Потом, как события Отечественной войны 1812 года повлияли на стиль. Вот об этом, обо всем экскурсия по моде. Интересная экскурсия у нас, экскурсия-квест, которая называется «Дела купеческие». Что такое древнерусский купец? Какие товары он привозил? Как он торговался? Что такое элемент жульничества? Можно было его применять или не можно? Параллельно с этим дети в этом квесте знакомятся с древними мерами весов. Они узнают, какие весы существовали, как шло измерение. Вот в эту субботу мы осуществляем запись для всех желающих на экскурсию, которая называется «Живая история». Потому что это очень необычный для нас опыт. Тоже были какие-то определенные сомнения. Но в этой «Живой истории» мы хотим показать, что историю как таковую вершат не только люди. Социальное значение в истории, конечно же, велико, но рядом с человеком всегда были животные, которые помогали или наоборот мешали людям. И вот как раз-таки «Живая история» именно эта экскурсия как раз-таки об этом. Здесь на нее могут прийти и дети, и взрослые. В ней мы знакомим о братьях наших меньших, например, Кошка. И как Кошка повлияла на события Первой мировой войны. Почему, например, у многих полков, российских полков, в окопах, рядом с солдатами находились Кошки? Какой это смысл? Об этом не буду рассказывать, какой. Вот так, Михаил заинтриговал. Я призываю наших телезрителей всей семьей сходить в музей «Россия. Моя история» находится в Ставрополе, в микрорайоне «Перспективный». Я напомню, что Михаил Чернов сегодня был в гостях актуального интервью, заместитель директора «Музея «Россия. Моя история». Спасибо вам большое. И мы желаем вам только успехов и удачи. А в студии была с вами ведущая Марина Мацарская. До новых встреч в эфире.